Добрый день, я Волков Антон, ученик 6 класса. Я Волков, старший ученик 7 класса Бридистяской гимназии. Тема нашего исследования – важная проблема современного общества, неправильный прикус. На примере, школьников 6 и 7 класса Бридистяской гимназии. У большинства людей наблюдается неправильный прикус. Наше исследование началось во время летних каникул, после консультации с врачом-ортодонтом. Мы с братом решили хорошо изучить эту тему. У нас возникло много вопросов, когда нужно ставить брекер-системы или пластины. Почему растут кривые зубы, а дети плохо выговаривают звуки? Прочитали все медицинские справочники и энциклопедии. Прочитали нужные статьи в интернете. Оказалось, что у большинства моих знакомых с вертиками имеются такие же проблемы с зубами. Цель исследования – привлечь внимание детей к проблеме нарушения искривления зубного ряда прикуса. Задача. Найти причину искривления зубного ряда у детей и методы современного выравнивания. Предупреждение этого аномалии у последующих детей. Анализ прикуса учащихся по визуальным признакам и выявление чистое встречаемости нарушений. Определение наиболее распространенного вида неправильного прикуса среди учащихся. Для достижения цели и задачи исследования были применены следующие методы. Исследование, наблюдение, вопрос, оценка результатов, анализ, описание. Были проведены разъяснительные беседы, выступления в форме классного часа. Были указаны причины неправильного прикуса, искривления зубного ряда. Это короткая уздечка, плохие привычки, неправильное дыхание, смыслительность и так далее. У меня пока не сформировалась кость червячки. По снимку видно, что все молочные зубы выпали. Мне поставили съемные пластины. Причины неправильного дыхания через рожь, частный насморк, ангина. Делали дыхательные, гимнастики много, хуже пешком развивали правильное дыхание. Кость уже сформировалась, так как все коренные зубы вылезли. Зубные пластины уже не помогут. Помогут берегить систему, но уже платно. Для причины короткости детчика сделали мини-операцию по истечению детчика языка, назначили артикуляционную гимнастику. Таким образом, в ходе исследований нам удалось подтвердить гипотезу о том, что большая половина школьников и родителей, в том числе и мы, не знали о проблеме последствиях неправильного прикуса. После рассказа и демонстрации нашего опыта, лечения школьники осознали, что им необходимо срочно принять меры исправления прикуса. Так как чем раньше они начнут коррекцию прикуса, тем меньше усилий им придется предложить. Наше исследование неправильного прикуса нам помогло в исправлении наших зубов. Осознали необходимость лечения до 12 лет, так как в нашем селе нет специалистов врача-ортодонта и обратился поздно. В конце исследований мы разработали листовку памяток для наших друзей, чтобы они знали о причинах и посредствиях неправильного прикуса. Также исследование нам помогло в определении будущей профессии. В дальнейшем мы захотим стать врачом-ортодонтом или стоматологом. Спасибо за внимание.